Доброе утро, друзья! Я сегодня ранняя птичка. Почему? Потому что я сегодня еду в Кременчуг. У меня сегодня выступление и сегодня я покажу вам классных ребят, своих друзей, которые открыли очень клево, интересно, такое форматное заведение. В общем, все вам покажу. А пока я предлагаю начать наше приключение. Я надеюсь, что оно будет хорошим и не очень приключенческим. И поехать в Кременчуг. Поехали! Блин! Ё-моё! Дорога закончилась? Я заблудилась. Извините, вы не знаете где Кременчуг? Девочка, вы не знаете где Кременчуг? Расскажи, как купить квартиру, работа в маленьком городе? Вы вообще слышали, они в Киеве заказывают пироги. Офигеть! Сколько стоит открыть заведение вот в Кременчуге? Какая маржинальность средняя вот этих товаров? Сколько вы зарабатываете? Я сейчас расскажу историю. Наверное, никто не поверит, что это было с нами, но это был. Здравствуйте, я рада всех видеть. Какая-то неприятность, одна, вторая и третья, это не значит, что у вас началась черная полоса, когда точится белая. Это значит, что вы чего-то не слышите, и жизнь пытается до вас докричаться. Сегодня у нас встреча с Сашей. Саша победительница конкурса. Блин! Ё-моё! Дорога закончилась? Так бывает? Офигеть! Да ладно, чё, серьёзно? Хрен с ним меня не остановить. Я самое ценное беру. А, Лера, дойду. Кременчуг, жди меня! Нахрен вам! Я не сдамся! Вот это я в жопу попала. Я заблудилась. Извините, вы не знаете, где Кременчуг? Нет, дядечка? Дядечка, вы не знаете, где Кременчуг? Туда? Я специально остановилась, пока мы ехали по дороге, потому что каждый раз, когда я проезжаю где-то по трассам и вижу эти домики, я понимаю, что здесь есть жизнь. То есть вот здесь живут люди. И каждый раз мне удивительно, как они это делают. И здесь рождаются дети, и здесь тоже есть какая-то жизнь, люди чем-то занимаются и умирают тоже здесь. И вот я всё время думаю над тем, что ведь, по сути, у каждого из нас есть всегда выбор, где жить, чем заниматься. И всегда можно сюда уехать и отсюда уехать тоже. Мне кажется, что я бы сошла здесь с ума. И когда часто говорят, что кому-то повезло где-то родиться, я знаю множество историй, и я буду знакомить обязательно вас с людьми, которые тоже вот так жили и которые когда-то вот так уехали. Моя мама, кстати, одна из них. Она тоже жила в таком маленьком городочке и просто уехала в 16 лет, потому что она понимала, что она не хочет так жить. Она не хочет ходить через дорогу в училище медицинское, потому что она падала от вида крови, а дедушка с бабушкой было очень удобно из окна видеть как бы медицинское училище. Они считали, что это логично, если это рядом, то туда ходить. Нельзя выбирать себе свой путь, потому что это рядом или потому что это удобно, или потому что отсюда нельзя уехать. Отсюда можно уехать. Вот там стоит, есть остановка, можно сесть на маршрутку и уехать. Можно принять такое решение. Это не будет просто, но здесь оставаться, значит, выбирать совершенно другую жизнь. И если вы смотрите видео, значит, вы хотите чего-то менять, вам же это нужно, значит, вы можете это сделать. Поэтому не сетуйте на свою жизнь, не говорите о том, что мне не повезло. Везение в ваших руках, ребята, надо валить. Нельзя оставаться, нельзя оставаться, нельзя, чтобы это все было вашей жизнью. Потому что жизнь такая прекрасная, есть офигенные страны, есть офигенного кучи всего. И мир огромен. Он вот этим всем не ограничивается. Поэтому уезжайте. Уезжайте, если вы молодой, если вы сильный, если ваш мозг штормит, и вы понимаете, что эта жизнь не для вас, уезжайте. Остановка всегда есть. Если бы я находилась здесь, я бы убежала, я бы уползла, я бы сделала абсолютно все для того, чтобы менять свою жизнь. Потому что... Потому что она прекрасна. Я, честно говоря, не могу тут больше находиться. Я уехала. Так, друзья, я специально вышла. Пойдем. Специально вышла показать вам наши дороги. Потому что вы часто говорите о том, что... Чего у тебя так машина трясется? Сейчас я вам покажу, как мы едем. Это охренеть можно. Дороги. Пошли. Смотри. Это наши дороги. Это вот такие дороги. Пойдем туда быстрее. Пошли, быстрее. Смотри, это наши дороги. Это то, где ты говоришь, стабилизатор там давай делать. И посмотрите. Это охренележно. Я просто еду, и я не знаю, как их объезжать. Как выглядят наши дороги? Угу. Я думаю, что автобан. Надо продавать 100 евро за километр, чтобы тут проехаться. Аттракцион для европейцев. Все, холодно. Поехали. Так, ну что, я наконец-то добралась до Кременчуга. По ямам, по дорогам страшным. Но добралась. Сегодня-ка я уже говорила. Я буду делать, проводить небольшой мастер-класс. И главное, сегодня я познакомлю вас со своей подругой Кристиной Смирновой, с которой мы познакомились. Вот пытаюсь вспомнить, поэтому так нудно говорю. Уже, наверное, лет 8 назад, которая была моей ученицей еще в свадебном бизнесе. И так получилось, что мы подружились и долгое время вот уже, в общем-то, общаемся, наблюдаем за жизнями друг друга. И они у нас где-то параллельно меняются, потому что Кристина когда-то открыла свадебное агентство в Кременчуге, сделала его лучшим, забрала все возможное, что только было в этом городе лучшее. И спустя время, относительно недавно, принял решение его закрыть и открыть новый бизнес. И это интересный опыт, потому что Кристина со своим мужем Виталиком делают все вместе, в общем-то, как и я со своим мужем. И я хочу, чтобы вы узнали эту историю, потому что одно дело, когда мы рассказываем об историях больших компаний, одно дело, когда мы рассказываем истории о людях в больших городах. Сегодня маленький город Кременчуг, сегодня совершенно другая история о людях, которые жили в квартире с папой и с мамой, о людях, которые вместе много лет и с маленького возраста, с юного достаточно старались что-то изменить в своей жизни. И у них получилось, потому что они смогли купить квартиру, они смогли открыть свое заведение. И я думаю, что они много еще чего смогут, поэтому давайте поскорее, а то холодно, поскорее доедем уже до них. И я думаю, что эта история вам непременно понравится, поэтому смотрите ее до конца. Так, ну что, я наконец-то добралась. Это кофе, живые цветы, подарки, все мне, и это хэппи-бокс. И сейчас мы отправимся к Крису, ааа, смотрите, тут можно барабаны, тадам, талкам. Смотри, это отзывы, это отзывы довольных посетителей. Сегодня мы побывали в новом очень уютном заведении, смотрите, какая крутая идея. Они из инстаграма распечатывают фотографии и развешивают их, смотрите, как круто. Так, короче, сейчас будем учиться, как делать бизнес в Кременчуге. Привет! Ааа, привет! Так, ну, это моя Кристина. Да, ты? Да. Мы такие прямо устали. Ну, давай, потому что ты же хозяйка. Показывай, расскажи. Это наш дом. Привет. Значит, мы находимся в кофейне нашей любимой, но не просто кофейне, да? Да. Вот здесь, за этой темной черной камерой находятся очень красивые цветы. Пойдем? Да, пойдем. У меня обычно там живут девочки, у тебя интересно. У меня цветы. Нет, у тебя нет, у меня там девочки. О, красиво, слушай, черные, вообще красота. Да, их сейчас немного, потому что мы ждем вторника. У нас сложности, конечно, с подставками, но мы стараемся, скоро 8 марта. Вы цветы заказываете в Киеве? Да, да. И, то есть, это сложно? Ну, особенно, когда минусовая температура, сложно, да, по доставке. Обалдеть, то есть, представляете, у нас в Киеве вообще не проблема купить цветы, а сюда вы их заказываете и проблема. Ну, да, учитывая, что они у нас стоят максимум неделю, поэтому у нас не бывает так, чтобы гора-гора, но мы стараемся. Не, ну, это круто, слушай. Ну, и вообще, цветы в Киеве вообще, понимаете, когда в вашем городе нет цветов, мы ехали 4 часа, 4 часа нужно сюда приехать цветам. Это вообще... Да, и сетильники у нас красивые. Мы с тобой познакомились, когда ты начала заниматься свадебным бизнесом. Ты в городе, ну, мне кажется, захватила весь этот свадебный рынок. Расскажи, почему ты... Сколько лет ты занималась? Десять. Десять лет. Почему ты решила с этим покончить? Покончить? Да. Я устала. Я устала, мы устали, потому что это совместное дело с мужем было. Вот. Мы устали, мы с понедельника по пятницу делали свадьбы, а в субботу, воскресенье на них работали. Мы не увидели, как мы можем развиваться дальше, как люди, как профессионалы. Мы не увидели никаких перспектив. Мы поняли, что мы этот график не сможем поменять, как бы мы ни старались. Мы пришли домой, забрали ребенка от бабушки, и Саша нам сказал, мама, папа, сколько можно? А потом у нас была поездка в Киев, мы ехали на поезде, где не ловил интернет, и мы вынуждены были пять часов разговаривать, и мы пришли к выводу, что мы закрываемся. На следующий же день мы дали объявление о продаже склада и всего, что было, и через, ну, наверное, месяца три мы съехали с офиса, потому что мы закрылись уже официально, и уже 24 ноября мы открылись вот здесь. Так, всем привет, друзья! Сегодня у нас встреча с Сашей. Саша победительница конкурса, как этот конкурс он называл-то? Активность на YouTube, где у нас было три места, и Саша стал тем человеком, который выиграл обед, как видите, еда есть, бутафория, скорую несут, пластмассовая. Вот, а Саше 19 лет, она из Николаева, да, правильно? Вот, Саша специально приехала, вот, для того, чтобы мы могли пообедать, мы немного знакомы, ну, давай, немножко расскажи, чтобы тоже... Меня зовут Саша, мне 19 лет, занимаюсь услугами сантехники и электрики, я веду свой блог в Инстаграме, да, немножко рассказываю о известных личностях города Николаева. Расскажи еще раз, пожалуйста, о том, как ты сейчас зарабатываешь деньги, вот, о своем первом опыте, да, ты начала с печати на чехлах, и у тебя не пошло. Ну, расскажи немножко о том, сколько вкладывали, где брали. Брали, вот, у меня два партнера, это Сережа и Женя. Сколько им лет? Сережа 24, Женя немножко младше меня, ну, тоже 19. Вы в Институте познакомились? С Женей, да, а Сережа, это брат моего бывшего парня, с которым я рассталась. Как хорошо. Да, на самом деле, это просто, ну, и всегда интересно, как-то происходит в жизни, вот. И мы занимались, мы решили, мы вообще, все начало со слова дропшиппинг. Мы слышали это слово, мы поняли, что, а, влаживать не надо, значит, нас не обманут нигде. И когда мы выбили слово дропшиппинг, первое слово было чехлы. И мы сразу зашли, это был сайт Underphone, по-моему, да, Underphone, и мы начали просто делать, там, Инстаграмом, ВК сделали, у меня свои группы немного есть, ВК, то есть я пыталась там раскрутиться. Сколько времени вы на это потратили? Полгода мы, через полгода мы закончили. То есть вот полгода шло, 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 и ничего не шло наверх, больше вниз. Мы потратили 45 тысяч, взяли, вернули только 35 тысяч. А где взяли деньги, которые тратили? А Сережа у нас финансово, он зарабатывает, и, ну, это как бы не сразу, да, мы взяли 45 положений. Ну, просто вот какие-то зарабатывали. Да, да, и мы не забирали ничего на себя, то есть вот сколько мы заработали, сразу туда же и влилили. Так, а что произошло потом? Потом... Как ты пришла к сантехникам? Как пришла к сантехникам? Я писала отчеты, и постоянно было, заработала ноль, но у меня вот такие вот отчеты. Я инсайты вот тоже такие вот. Ну, а постоянно ноль, вот заработала ноль. Я тестировала очень много разных ниш, я пыталась, но у меня ничего не получалось. Но я все равно пыталась. И пишет мне Дима, один из тоже наших друзей, он мне пишет, слушай, Саш, давай встретимся. Я говорю, ну, давай. И он мне говорит, Саш, смотри, я в детстве, ну, в своей молодости занимался сантехникой электрики, займись. Я говорю, хорошо. Все, на третий день первые 120 гривен мне пришли на карточку. Значит, еще раз объясняю модель. Есть сантехники и электрики, есть люди, которым нужны эти услуги. Саша помогает им соединиться, и сантехники, и электрики за это ей платят 50% заказа, за то, что она дает им непосредственно эти заказы. Сразу вопрос, а если обманят? Сразу, ну, хочу тоже сказать. А если плохие электрики? Первый случай уже был. Позвонили, сказали, туалет, его просто поцарапали очень сильно. Мы вернули 400 гривен, и все, не проблема. Так, давай, значит, сколько ты заработала? Ты занимаешься этим сейчас второй месяц, правильно? За первый месяц давай, сколько денег было? Первый месяц это было 24 тысячи гривен, 12 тысяч гривен ушло мастерам, 12 тысяч гривен ушло нам уже. Ну, то есть, очень неплохо. Да, да. 12 тысяч гривен это сколько? 500, ну, 500 долларов, да, где-то получается, для того, чтобы было всем понятно. То есть, оказывается, возможно? Конечно, возможно. Вообще, все возможно. Надо просто делать дальше, просто пытаться. А что тебе сейчас зажгло? Первые деньги или что-что больше всего сейчас нравится? Честно, альфон очень сильно хочу. Это альфон не мой. Да, уезжая, у меня нет альфона, у меня нет, ну, я немного сейчас, во многом там не могу, да, но уезжая, мне Женька отдал айфон, подруга отдала пауэрбанк, там, помогли с денежкой, ну, вообще нет проблем. То есть, меня зажигает просто, я хочу заработать деньги, я хочу съехать на свою квартиру, айфон хочу, хочу жить нормально просто. Так, значит, это уже подарок. Это уже готовый подарок, это вот хорошему мужчине. Так, давай расскажем принцип вообще того, что это такое. Вообще, это хэппи бокс. Вообще, это хэппи бокс, это счастливая коробка, которую получают люди. Значит, что мы делаем? Мы берем коробку, складываем туда офигезные подарки и цветы. И вот наша Таня, которая умеет это делать. Таня, привет. То есть, собрается все, что, смотрите, вот кому угодно. Можно прийти, вот, спасибо за дочку, и собрать что-то дочке. Ой, маме, вернее, за дочку. Можно любимой. То есть, в общем, можно все собрать и получить тот подарок, который ты хочешь. Да. Класс. Мне тоже часто задают этот вопрос. Оля, свадьбы, ну, у меня татуировками выбита уже эта свадьба, я не могу никуда от этого деться. С обучением, со всем, естественно, очень плотно связано, поэтому я не задаю тебе вопрос, там, а как ты смогла? Потому что я знаю, что это за усталость, я знаю, что это за дело. Но в то же время все равно этот момент происходил более плавно, потому что, ну, как мы с тобой говорили, хэппи бокс, вот этот, уже сколько ты год, наверное, занималась, да, до этого, два года. А, ну, вот сейчас два, до этого года, да. То есть, ты потихонечку все-таки начала эту новую тему в себе встраивать. Видимо, все-таки какая-то интуиция и какие-то желания у тебя такие были. Да, мы это начали делать, когда еще будучи, когда мы были там, еще на старом офисе, на нашем свадебном, просто потому что, например, зимой, там, или в Новый год, или в марте, там, не так много свадеб, и мне просто захотелось что-то делать самой. Мне очень не хватало отдачи от того, чем я занималась 10 лет, такой вот какой-то миссии я не видела, зачем я это делаю. И когда-то мы сделали там одну коробочку, после которой мне сказали, боже мой, я счастлив, как заказчик, жена счастлива, потому что ей понравились ее любимые цветы, и они стояли там три недели, и, ну, в общем, и где-то я поняла, что, ну, может быть, но это кажется как-то не очень серьезно, когда ты думаешь, ну, типа, коробка, и в коробке какая-то штука, ну, будь то цветы там, или подарки, ну, типа, ха-ха. То есть мы это делали, потому что это нравилось, и на тот момент, я не скажу, что это приносило там супер какие-то деньги, но мы за счет этого жили, да, я не скрываю, там, все месяца, когда не было свадеб. Ну, то есть ты уже начала, помню, это ставить так больше на поток, люди стали это активнее заказывать, заказывать, заказывать. Больше по Украине мы начали просто работать. Идея с, ну, вот, кстати, два момента. Первая, это идея с заведением, она возникла когда, в какой период времени? Еще до закрытия все-таки агентства. Да, ну, мы были уже в процессе закрытия, а здесь стройка шла. То есть стройка началась в июне, ну, в конце мая. Каким образом все это происходило? Да, да, потому что, ну, смотри, я помню, что у всех волнует всегда вопрос, да, денег. И всегда, когда разговариваешь с большими компаниями, они все, ну, как-то это так вуалирует, но непонятно, откуда берется. Я хочу тебя попросить все-таки более понятно, да, людям объяснить. Потому что вы жили на квартире, там, с родителями. Я помню очень долгое время, там, первой целью это была машина, да, которую вы купили в свадеб. Ну, вот, то есть работали, работали. У вас же были свадьбы практически там, каждые выходные, да, забиты графики очень сильно. А какой средний чек вот в вашем городе, сколько вы зарабатывали со свадьбы? Со свадьбы мы зарабатывали по-разному от 20 тысяч гривен до... Да, 800 долларов, 700, так. До, ну, 60 тысяч максимум. Но если мы разделяем на 12 месяцев, а не на как единоразовый чек, то мы когда посчитали, мы зарабатывали, бывали такие времена, там, и 10, и 12 тысяч в месяц. То есть представьте себе, что это порядка, там, 500 долларов в месяц, которые по факту вы зарабатываете, потому что это свадебный бизнес, это сезонный бизнес, это очень насыщенное, там, лето, там, осень, и может быть вообще полгода не быть ни одного проекта. И когда ты понимаешь, что ты целыми днями работаешь со своим мужем, у тебя есть команда, у тебя есть офис, и все, и ты в итоге кладешь себе в карман такую смешную сумму денег, то получается, что вообще зачем этим всем заниматься, да? Ну, соответственно, это тот момент, который, к сожалению, ну, в маленьких особенно городах, он не особо решаем, потому что ты не можешь выбирать клиента себе большим супербюджетом, потому что их попросту нету. Ну, мы и так делали свадьбы, наверное, самые дорогие. Я помню, да. В Кременчуге очень сложно, ну, сложно именно в свадьбах, то есть ты не можешь поработать 10 лет и потом перейти в какой-то VIP-сегмент, потому что VIP-сегмент у нас, он такой, очень какой-то чем-то обусловленный, обусловленный непонятно, что это, кто эти люди, как они выглядят. То есть они есть, но если у людей есть деньги, они едут в Киев. Едут в Киев, конечно. Ну, или там в какие-то большие города для того, чтобы делать в качественных ресторанах, с суперсервисом, с суперорганизаторами. И все-таки у вас получилось купить квартиру. Да. Это у нас тут коробочный рай, а здесь разные всякие красивые штуки. И всем этим засовываются коробочки. Слушай, наверное, на праздники просто дурдом, да, творится? Да, мы очень сложно пережили 14 февраля, потому что это был такой наш серьезный опыт. Мы очень старались, у нас все получилось, но нам не хватило цветка и нам не хватило подарков. Очень, очень хорошо. Расскажи, как купить квартиру, работа в маленьком городе, что откладывать, как жить? Слушай, у нас проблема с этим, мы не умеем откладывать, у меня нет какого-то потайного сейфа, где мы там, а давай отложим сейчас со свадьбы. Ну, как, хорошо, как ты купила квартиру? Мы все делаем, знаешь, как мы решаем покупать квартиру. Мы пошли к нашему хорошему знакомому риэлтору, сказали, Вадим, мы хотим квартиру. Денег у нас не было. У нас было 500 долларов, которые мы отдали как бы за залог, за то, что мы подтверждение намерений. Вот, и искали квартиру. Искали, искали, искали. В это время включился такой мотор, который позволил нам заработать деньги. Тогда это были свадьбы, Виталик продавал ножи, и сейчас продает ножи, шампура. Ну, то есть это такие... Ну, то есть это тоже один из навыков, которые он приобрел, и то, что ему нравится, да? Делать ножи, делать шампура, то есть это... Вот, и мы сложили эти все деньги, конечно, нам чуть-чуть не хватало, но у нас есть друзья, которые выручили нас, когда вот уже состоялась сделка, потому что мы же не очень грамотные в плане доллары, курсы, скачки. И как раз мы покупали квартиру, и мы отложили деньги на то, чтобы сделать ремонт. И в момент заключения сделки мы на разнице в этих скачках доллара, когда это вот все было очень на пике, потеряли около 100 тысяч гривен, и, ну, хотя бы на какой-то там начальный ремонт. И я помню этот момент, когда мы купили квартиру, мы снова пригласили вот так вот прораба. У Виталика было 500 гривен с собой, он говорит, вот тебе 500 гривен, типа, начинаем работать. Ну, вот. В общем, главное ввязаться в авантюру, да, дальше все. Ввязаться в это вот, это интересно, когда ты, ну, когда что-то мотивирует, когда ты делаешь, совершаешь какие-то действия ради чего-то, ради суперкрасивой мебели. Мы три месяца жили без чайника, который мы хотим, потому что у нас не было на него денег, и мы потом в кастрюльке водичку кипятили, потому что вот хотели именно этот чайник, не какое-то другое. Тебе страшно в такие моменты, когда ты ввязываешься? Да. Мне страшно, и я вообще такой человек, я все, все, что делать, боже мой. Виталик такой. Нормально. Стой. Все будет хорошо. И мы сидимся, еще раз все, да, 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 да. И вот эта вот энергия, которая, наверное, исходит там от меня, от него, она как-то образуется в какой-то супер нереальный шар, который потом взрывается, и все происходит. Я понимаю, у меня тоже так все. Да, мы львы. Здесь у нас уже следующее, доказано, это все, что мы ложим в подарочки, все, что мы закладываем в данные красоты. В общем, тут на все, боже, конфеты, шоколадки. Мама дорога, ты говорила мне о том, что вы практически все выкупаете, то есть тут реализации практически нету. А есть такие позиции у тебя, уже были по пандосу? Ну, вот то, что ты понимаешь, что ты зря купила, например. Мы не будем на них показывать пальцами, ну, как бы туго идет. А что стесняться? Мы тогда купили цветы на открытии, открылись, и они у нас завялись. Я пишу, что их никто не купил. Ну, цветы, это святое, это что, у меня, знаешь, по цвету, Женю. А сейчас, слава богу, все в порядке. А с подарками есть какие-то неудачные категории, которые ты понимала, да, что надо бы допродать? Ну, особенно допродать те подарки, где есть срок годности. Это и об этом, и шоколадку. Ну, да, да, все, что имеет срок годности, очень часто выбрасывается просто, поэтому мы остановились там на двух-трех поставщиках максимум, и все. А у нас кто-то готов, ну, по крайней мере, с тобой работать на каких-то моментах реализации? Да, 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 у нас были победы. Ну, мы вот заключили контракт недавно с Орнером. Это очень клевая такая компания по производству украинской посуды. Вот, они не работают на таких условиях с такими маленькими компаниями. Ну, мы же не эпицентр, вот, поэтому. Но это была победа, потому что класс, у нас всегда сейчас есть эта продукция, и мы договорились, и около 15 крупных таких серьезных компаний, да, готовы с нами работать, потому что говорят, что вы такие атмосферные и классные, почему нет? А какая маржинальность средняя вот этих товаров? Сколько вы зарабатываете? Очень по-разному. В среднем это от 50 до 100 процентов. Ну, это достаточно нормально, потому что я сталкивалась в свое время, когда с пингваром, с очень многими компаниями, которые там дают 20 процентов, например. Ну, что вообще? Ну, они дают 20 процентов, плюс еще, например, когда у нас очень большие затраты на доставку всего этого, у нас в месяц там в среднем около 10 тысяч гривен просто уходит на то, чтобы мы получили товар, за то, чтобы он приехал сюда. Но мы ставим цены выше. Ну, а по-другому не получается. Но все чистенькое, свеженькое, красивенькое. Ну, очень классно. Мне кажется, это очень большой выбор. Вы представьте себе, что Кременчуг сколько населения? 230, наверное, сейчас. 230 тысяч. То есть это очень небольшой городок. Ну, мы ехали по городу, мы видели. Иногда, знаешь, когда в маленький город попадаешь с большого, ну, пусть там Киев не супер-мега огромный город по сравнению с Москвой, мы деревня, но все равно, когда я заезжаю в маленькие города, первое такое ощущение, что здесь нет жизни. Ну, кажется, знаешь, что, ну, как люди могут жить, кажется, такое все маленькое-маленькое, а потом, когда начинаешь рассматривать, видишь, очень неплохого уровня. У нас тут такой город, и поэтому нас полюбили. Ну, вы же, вы же колбасы есть. Чем у нас тут это? Кразы. Вот, видишь, и люди зарабатывают денежки все-таки. Бензин. Наш, вы же все ездите на нашем бензине. И едите нашу колбасу. И едите нашу колбасу. У нас даже две колбасы есть. И все ее вы едите. Сколько, как вообще, вы нашли помещение, да, расскажу вот эту историю всего. Потому что, ну, вы же понимали, что это опять стоит каких-то денег, которых, судя по твоей истории, у вас не было. Не было. Вот. Как вы это все прикидывали, как вы не боялись в это все ввязаться? Я сейчас расскажу историю, наверное, никто не поверит, что это было с нами, но это было. Ну, это не важно, никто все равно у него что не верит. Ну, просто я рассказывала двум людям эту историю всего лишь, но мало кто поверил. В общем, как бы суть в чем? В мае месяце мы решили, что мы хотим открывать кофейню с подарками и цветами. И начали искать маленькое помещение, там, максимум 30-40 квадратов, где бы это все было очень камерно. Все помещения, которые мы смотрели, когда мы туда заходили, ничего не трогало. Я понимала, что здесь, там, или в каком-то другом месте ничего не получится. Когда мы зашли сюда, мы такие, боже, оно такое большое, как мы здесь будем все это делать? Но здесь было что-то такое, ну, что полностью перевернуло вот все, что было внутри. И мы понимали, что мы идем на затраты, которые ровно в два раза больше. Мы подписали договор с собственником этого помещения и взяли его в аренду. Нам очень везет с людьми, которые вокруг нас. Нам дали арендные каникулы на время ремонта. И мы хотели здесь так подкрасить стены, привезти мебель. По чуть-чуть, их кода так. Вот, да. Когда мы посмотрели на окна, нам захотелось больших окон. Когда мы выбили все пять окон, мы поняли, что все очень серьезно. Потому что батареи поснимались, начались там монтажи новых, канализаций здесь не было. И стены начали делать. Мы поняли, что нам теперь придется каким-то образом откуда-то все время доставать деньги и сюда вливать. Поскольку мы тогда еще были немного активны в свадебном рынке, у нас были сбережения, которые... Ну, сбережения, как бы сбережения это были, был заработок со свадеб, которые мы вливали сюда. Но был момент, когда нам нужно было рассчитываться за окна, потому что это такое дорогостоящее удовольствие оказалось. Ну, и мы как бы искали всевозможные моменты, где мы можем заработать, что мы можем сделать. И я когда ездила в Киев на обучение одно, я там познакомилась с одной девушкой, тоже которого зовут Оля. И мы как бы так чуть-чуть общались. Ну, я не скажу, что мы там супер были знакомы. И в разговоре с ней я поделилась о том, что мне не хватает сейчас, на данный момент, тысяч пять долларов для того, чтобы как бы закрыть все моменты. Она такая, ну, ничего, не переживай, все будет в порядке. Как тогда будет? Ну, мы с Виталиком поговорили, начали активно там распродавать то, что у нас осталось, делать новые проекты. Я имею в виду, там, Виталик по своим моментам там очень активизировался. Ну, в общем, брали все, что... Все, где можно было заработать деньги. Мне приходит посылка на новую почту, и в посылке лежит книга, которая перевернула в один определенный момент мое отношение вообще к жизни. Я открываю книгу, а там пять тысяч долларов. Ну, понятно, кто ее прислал. Я рыдала, наверное, дня два, потому что я не знала, что это есть, что такое в мире возможно. Я просто так эмоционально говорю, потому что я каждый день не устаю благодарить Вселенную за то, что появился этот человек в моей жизни, который решил, ну, очень серьезный вопрос, который был вот на то время у меня. Безусловно, потом, когда мы вложили эти пять тысяч долларов, нам нужно было еще много-много раз по пять тысяч долларов. Но после этого момента появлялись люди, которые говорили, там, а давайте-ка мы вам сделаем мебель из Черкасс, привезем, а вы там договоримся. А давайте, прорав говорит, мы все-таки сделаем этот кирпич на ста квадратах, а потом, Кристиночка, все порешаем. То есть, это было волшебно. Мы закончили ремонт, поставили мебель, и 24 ноября мы открылись. И я могу сказать с уверенностью, что, естественно, всем людям, которые нам помогали в этом, ну, мы держим слово, мы никуда не убегаем. То есть, вы должны отдавать им деньги? Конечно. Мы практически это уже осуществили. А те пять тысяч долларов было написано в записке, что когда в моей жизни настанет момент, когда у меня будут лишние пять тысяч долларов, я просто должна дать их человеку, которому они будут нужны. Вот. Слушай, ну, это очень круто. Да. Это, я думаю, что это очень сильная история. Это сильная история. Это был для меня даже не то, чтобы показатель какой-то поддержки или человечности, нет. Для меня это был такой урок серьезный, после которого я подумала, что мы выбрали правильную дорогу. Мы можем сейчас взаимодействовать с людьми, мы можем их учить, мы можем вкладывать в их жизнь новые знания, новые отношения к миру. Мы можем радовать людей, которые сюда приходят разными методами, вкусным кофе, свежими цветами, красивыми, стильными подарками, не чем-то таким непонятно. Мы можем проводить здесь мероприятие, отключать Wi-Fi, просто потому, чтобы люди общались. И вот это то, чего мне не хватало все эти десять лет. И сейчас все деньги, которые мы зарабатываем, естественно, мы вкладываем снова же сюда, в оборудование, в людей, в знания. Эти деньги, они обрели больший смысл. Мы поняли просто, зачем мы это делаем. И если у меня, например, будет выбор на сегодняшний момент, кому отдать эти пять тысяч долларов, я, наверное, с легкостью могу сказать, кому я смогла бы помочь. Поэтому мы очень активны сейчас и в благотворительных проектах, потому что хочется привить понимание, что не все связано с каким-то там материальными благами, что есть нечто большее. Когда есть смысл, приходят люди. У нас не было никакой рекламы, вообще ноль. Инстаграм максимум. Приходят люди, приходят семьи, приходят дети. Когда здесь много людей, когда здесь шумно, нет ничего дороже. И это такое удовольствие. И мы понимаем, что мы хотим открывать сеть таких заведений. Мы сделали вывод плюсы-минусы, ремонта, что сейчас надо было сделать по-другому. Надо было зонирование, надо было мебель, надо было то и все. Но это такие выводы скорее, а не сожаления. Есть пироги. Это для тех, кто не любит смысл. Можно сюда сесть? Да, это твой стол. Спасибо. О, супер. Я почувствовала. Мы взяли у кофейни другой, ну, чтобы вы понимали. Для моей попы специально. Вы же помните, у меня мастер-класс. Это мой стол, да. Так, есть пироги. Есть пироги, лосось, сыр фета, шпинат, полы. Вы где-то заказываете? В Киеве. В Киеве? В Киеве? Да. О, боже мой. А почему в Киеве? А потому что у нас, мы хотим же вкусное и свежее. Вы вообще слышали? Они в Киеве заказывают пироги. Да. Офигеть. Их сколько они хранятся? Как их доставляют? Мы доставляем их разными путями, знакомыми, друзьями. А что, ты мне не заказала пироги? Потому что они у нас просто есть. Мы же готовились. А какая периодичность доставок? Сколько? Раз в пару дней. Раз в пару дней? Офигеть. Очень круто. А это пустой холодильник, потому что вчера съели все сладости. Поэтому я не могу показать вам сладости, но они приедут еще сегодня. Сладости разные. Ну, есть чизкейки, всякие пироженки делают местные компании. У нас, кстати, все продукты, с которыми мы работаем, у нас есть на это документы все. Дизайн на всякий случай боится, боится. Ну, дизайнеров ты никого не привлекала. Мы привлекали дизайнера, местную девочку. Которая зонирование какое-то делала. Да, мы рисовали мебель, все продумывали, как это будет. Но поскольку оно такое, как бы, ровное, прямоугольное, здесь излишних вещей каких-то не должно было быть. В следующий раз, когда мы будем делать, мы уже будем это делать более грамотно. Сколько стоит открыть заведение вот в Кременчуге? Понятно, что в разных городах это разная математика, но вот сколько здесь стоит открыть такое заведение? Вот так, как это мы видим сейчас у тебя? Ну, у нас это приблизительно было около 40 тысяч долларов. Это что сюда включается? Закупка товара? Что это? Это ремонт, оборудование, мебель, оплата всех людей, которые здесь работают, в плане, там, стройки и всего остального. Фасады, входные группы, обучение команды. Ну, я не знаю, закупка товара, наверное, тоже отдельно. Ты приблизительно понимаешь, с какой суммы у тебя товара всегда должно находиться? Понимаю. Приблизительно тысяч на 200 гривен. Это порядка 8 тысяч долларов, да? Я уже так плохо с нашими. Ну, около 10 тысяч долларов. Поскольку у нас много России, я просто так, ну, хочу, чтобы люди для себя могли математику понимать. То есть для такого старта в небольшом городе все равно нужно понимать, что у вас должно быть порядка 40-50 тысяч долларов в любом случае. Потому что я думаю, что Кристина это сказала, я хочу еще раз на этом внимание акцентировать, что нельзя предвидеть изначально, любой бюджет, который, я думаю, что вы рассчитывали ровно наполовину. Да, да, мы рассчитывали на 20 тысяч долларов. Для нас это было подъемно. И вот когда эти 20 тысяч долларов закончились, появились эти 5, которые как бы дали нам возможность просто идти дальше. Ну, вот это очень важно понимать, что никогда нельзя запрограммировать какую-то сумму денег точную. Ну, то есть ее всегда нужно умножать. Потому что когда вы начинаете делать, всегда будет хотеться сделать лучше, больше. Потому что когда ты ничего не трогаешь и все старое, тебе кажется там, я покрашу стенку. Если ты только что-то тронул, это все за собой начинает нести. Действительно, я это тоже очень хорошо знаю. Потому что в свое время мы в своем офисе сделали ремонт и вложили туда вообще баснословные деньги, потому что мы что-то тронули, и в итоге мы вынесли вообще все. Потолки, стены, ну, абсолютно все. А тем более это был офис закрытого типа. Когда ты делаешь, конечно, что-то уже такое для людей, то, естественно, хочется еще больше. Поэтому это такой очень важный фактор. Это наш малыш. Страшная вещь. Девочки его так называют. Сколько стоит такая бандура? Ну, по-разному, в зависимости от того, что там внутри. Ну, ты сколько отдала за нее? Это тайная информация? Около пяти тысяч долларов. Но это очень недорого. Я верю, я знаю, потому что у меня в офисе стоит машинка, она стоит три с половиной тысячи, вот, бытовая. И при этом она делает холодный кофе. Расскажи по поводу кофе. Насколько просто делать вкусный кофе? Знаешь, вот такая все время дилемма. Думаешь, ну, вы что, дураки все, не можете вкусный кофе приготовить? Насколько просто для заведения делать вкусный кофе? И почему заведения делают невкусный кофе? Мы пошли по пути наименьшего сопротивления. У нас моносорт, стопроцентная арабика. Он получается вкусным, во-первых, потому что он качественный. Есть всегда свежайшие обжарки. То есть кофе у нас где-то там раз в пару недель приезжает. Второй момент, почему получается вкусный кофе, особенно который с молоком, это качество и свежесть молока. И третий, ну, наверное, самый первый должен быть важный момент, это способ приготовления кофе. Это люди, которые его готовят, потому что это полуавтомат, то есть это ручной труд. Где вы взяли людей, которые вкусно готовят кофе? Как понять? Мы брали людей без опыта на работу и договаривались с ребятами, которые об этом понимают, чтобы они приезжали и обучали людей с нуля. Мы брали людей талантливых, классных по человеческим качествам. А в том, что они сейчас профессионалы, это заслуга их труда и, наверное, нашей веры в них. Расскажи мне про опыт людей с опытом. Опыт людей с опытом? Как по-женски это звучит? Они очень хороши, опыт у людей, с людьми с опытом, потому что у нас своя рецептура, свои весы, свой какой-то мир, в котором мы живем по своим правилам. Часто сталкиваемся с проблемой, что, а, ну, я это делаю по привычке, или, а, меня учили так, или, а, подождите, вот тот барист говорит, что вот это неправильно. То есть мы делаем так, как мы хотим. То есть гораздо проще взять новую речку? Переучить, ну, очень тяжело. А когда человек еще познает новое, он этим зажигается, да, то есть он живет этим. И легче сейчас вот у нас постоянный процесс обучения, к ним сейчас еще ребята приедут, которые, ну, добавят, да, немножко уровня в их работу, и они будут расти. Ты сама умеешь норить кофе? Нет. Блин, я-то думала, сейчас будет яркий, красивый кадр, как ты, там, раз, раз, раз. Я, значит, я, когда работала моя мама в валютном баре, я делала кофе. Я, ни хрена, вот я помню вот так вот только что надо делать. И потом вот это вот я еще вот так вот вытряхивала куда-то. Но я боюсь, что я вытряхну. Вот сюда. Вот. Они потом будут ругать, они скажут, что он еще там не доварился. Да, они скажут, что вот карточки появились. Да, да, ну, вот, ну, я просто, я типа, типа умею. Вот. Ты говоришь о том, что вы думаете о сети. Вы хотите делать свою сеть или вы хотите делать и свою, и франчайзинговую, или просто франчайзинг? Каким образом вы хотите развиваться? Не могу тебе вот как-то точно сказать, потому что есть разные мысли. То, что нас должно быть много, это факт. Но пока вот на сегодняшний момент мы хотим здесь сделать так, чтобы мы сказали, все классно, это так, как мы хотим. Ты думаешь, что это возможно? Я думаю, что мы будем по максимуму приближаться к... Знаешь, перфекционизм дело хорошее, но оно никогда не закончится. Не, я понимаю, что кому-то кофе не очень вкусный, но... Не, ну, в любом случае, я имею в виду даже не про кофе, а про то, что процессы, скорее всего, отстроить все равно идеально. Это значит, что меняется. Да, сейчас мы просто каждый день находим что-то новое. Понимаем. О, боже мой, давай решать. Вот, и когда это будет уже вот... Когда я буду уверена, что если я это продам, то мне будет за это не стыдно, и люди будут счастливы от этого. Только тогда я смогу это сделать. Пока я к этому не готова. Но я думаю, что полгода нам нужно еще для того, чтобы все это усовершенствовать. То есть через полгода мы уже сможем говорить о том, что можно будет рассматривать твой вариант. Но я думаю, что мы обязательно засветим это событие, когда это произойдет, потому что я уверена, что сейчас еще больше людей тебя узнают, увидят. И я думаю, что захотят. Вот, захотят люди, по крайней мере, познакомиться с тобой, потрогать тебя, потому что... Ну, потому что ты волшебная. Спасибо. Потому что ты волшебная. А ты лазишь сама по полочкам иногда? Да. Или тебе не разрешала? Лази ее. И у нас есть девочка. Давай еще покажем, что там еще есть. У нас есть девочка, которая 3 раза в день по чек-листу проверяет всю чистоту. О, это круто. Да, свой ревизор, собственно. Вот, пойдем. Святую святую. Ку-ку. Алисты. Вот, это кабинетик. Это кабинетик. И девочки. Вот. Да, это Саша. Саша. Директор. Директор компании. Вы директор, Александр? Нет? Мои родители. Мы думали, что вы директор. Но выглядит как директор. Но директор, он всегда говорит, что, типа, это не я. Он думает, друг проверяет. У нас здесь очень редко бывает порядок. Это нормально. Это же творческая, как бы, мастерская. Но мы стараемся. Но у вас большая доска с большими целями должна быть. Да, мы тут пишем, думаем, вешаем все самые важные события. Так я бы не поняла, где я? Почему нет у меня? Ты появишься, вот же мы. Отснимем. И все. Я думала, что вы будущее. Смотри мне. Слушай, у вас два газета есть. Да, о нас никто не пишет. Мы решили написать о себе. Офигеть. Круто. А как часто она выходит? Раз в пару месяцев, наверное. Как круто. И люди забирают ее? Могут забрать с собой? Да, забирают, забирают. Видите? Если о нас никто не пишет, то правильно. А мне тоже никто не снимает. Она пишет о нашей гости. Да, мы и снимаемся максимально. Да, газеты не пишут. И мы решили. Я же в газете работала 4 года. А, ну как стать звездой. Вот так. Я почему заглядываю в туалет? Потому что туалет всегда показатель. В заведениях вообще везде. Смотрите, есть крем для рук. Есть классная человеческая плитка. Есть красивый пол. И самое главное, приятный аромат. Чисто. Ну мы не будем проверять там ободком, пальцем. Но в заведениях, кстати, вот частенько я все равно сталкиваюсь с таким. Не очень. А тут мне понравилось. Вот и стульчик для меня. Это же мой? Да. Все, супер. Здравствуйте. Я рада всех видеть. И знакомых, и незнакомых. Ощущение уже такое. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у нас с вами такой был неформальный диалог. Хорошо? Моя задача, я так считаю, все-таки научить людей вокруг меня, по крайней мере, которые по собственному желанию находятся рядом, да, объяснить им немножечко, ну, во-первых, то, что мир прекрасен. И что в нем, а, множество классных материальных ценностей, прикольных, которые можно использовать, б, множество возможностей для реализации собственных талантов. И вообще в кайф жить, когда, когда тебя качает от жизни. Не когда ты проснулся утром, пошел на работу, дождался, когда работа закончилась, не перешел опять домой. И опять так, то же самое, то же самое, ты ждешь, когда тебе будет зачем-то больше лет, потом ты еще чего-то ждешь, потом ты ждешь, когда ты умрешь, вот, где-то в 45 начинаешь ждать, вот, уже скоро, ну, еще чуть-чуть, у меня уже пенсия, да, и потом оказывается, что ты умираешь в 105. То есть большую часть своей жизни ты ждал. Вы же вот, когда подходите, вот так стучите, вас не слышат, вы что начинаете делать? Вы громче, а вы говорите, мама, открой дверь, да, вы пытаетесь. Жизнь делает то же самое. Если у вас происходит какая-то неприятность, одна, вторая и третья, это не значит, что у вас началась черная полоса, когда-то начнется белая. Это значит, что вы чего-то не слышите, и жизнь пытается до вас докричаться. Так вот, когда мы совсем плохо слышим, нас долбасит очень по-взрослому. Ну, у меня это было. И я сделала очень серьезные выводы на этой почве, поэтому я себе напоминаю каждый раз. Я думаю, что эта осознанность, она как раз и доходит к нам с опытом. Чем меньше мы слышим, тем чаще нас штормит. Почему люди не могут понять, что это такое? Ну, не знаю, может быть, не слышали никогда об этом. Все начинает происходить тогда, когда вы принимаете решение, что это должно произойти, что вы больше так, как было, не хотите. И вы не должны ничего бояться. И Крис прямое тому доказательство, которое взяла, и закрыл свое свадебное агентство. Потому что она так захотела, потому что она захотела пойти по другой дороге. И мы все время думаем, как же так? У тебя же было? Да какая разница, что было? Важно, что у тебя есть сегодня, потому что каждый день у тебя есть только сегодня. Будет ли завтра? Хрен знает. Вчера уже было, это уже история. Важно создавать свое настоящее и знать, что здесь, сегодня и сейчас было классно. Я надеюсь, что вам было здесь, сегодня и сейчас хорошо, как моим колготкам. Спасибо. Ну что, друзья, наше сегодняшнее приключение подошло к концу. Я надеюсь, что это видео было для вас не просто интересным, но еще и полезным и мотивирующим. Потому что это не просто чья-то история, это история реальных людей, реальных, абсолютно нормальных, тех, у которых нету богатых родителей, тех, у которых нету чего-то запредельного. В общем-то, все, что они имели для того, чтобы сделать свой скачок, это то же самое, что имеете сегодня вы. И знаете, одно из главных качеств, которые необходимы для того, чтобы стать по-настоящему успешным, это умение слышать. Мне иногда становится очень странно от того, какие комментарии я читаю. Мы проделываем колоссальную работу, мы берем интервью у интересных людей, которые находят время на то, чтобы отвлечься и уделить его нам, которые находят желание для того, чтобы поделиться чем-то действительно важным, ценным, тем, что они зарабатывали своим трудом, своим опытом. И вместо этого, когда я читаю комментарии вроде «Слишком громкий звук» или «Ой, какой мерзкий голос у этой тетки» или «Фу, это ни о чем», вы знаете, мне сразу же становится понятно, почему таких людей ничего не получается, почему вы не можете взять действительно ценную информацию и превратить ее в деньги, потому что вы не слышите, вы не слышите этого. Акцентируйте свое внимание совершенно на ненужных вещах, на тех, которые никак не изменят вашу жизнь, на тех, которые ни на что не повлияют. Поэтому научитесь слышать самое главное, не только в моих видео, но и в жизни. Перестаньте акцентироваться на дерьме, перестаньте акцентироваться на незначительных, каблук попал, какая разница, даже если у меня сейчас нога туда провалится, я ее там оставлю и побегу дальше, потому что это жизнь. И научитесь слушать. Наверное, это главный месседж и посыл, который я сегодня хочу вам дать. Уже со следующей недели моих видео будет становиться больше, мы запускаем новые форматы и делаем все для того, чтобы включать в вас больше мотивации, для того, чтобы зажигать вас, для того, чтобы раздражать вас, для того, чтобы вы менялись. Научитесь слышать, и все у вас обязательно получится. Ну, а я пошла снимать дальше. Всем хорошего дня. Пока!